Приветствую! В этом видео я расскажу о том, как установил в штатное головное устройство RNS510 Columbus специальный блок транскодера, который позволяет подключать к головному устройству внешние видеоисточники. То есть, по сути, это блок, в котором есть видеовходы, RGBS и низкочастотные входы, так называемые тюльпаны, для того, чтобы подключать к головному устройству любые внешние видеоисточники и пускать видеосигнал в обход, так скажем, штатной системы защиты, которая блокирует просмотр видео во время движения. Это первое. И второе, то что у самого этого главного устройства, как такового, нет видеовхода, и интерфейс главного устройства является закрытым. Модуль транскодера был приобретен на сайте carsolutions.com. Доставка примерно была 3 недели до России. Итак, сейчас я покажу о том, как подключен модуль, как он работает и какие нюансы и подводные камни встретились мне на этапе установки данного модуля и подключения его к головному устройству. Итак, собственно, сам блок состоит, сам транскодер состоит из двух элементов, двух модулей. Это плата, субплата так называемая, попросту это мультиплексор, который переключает ввод видеосигнала через LVDS-шину и ведет ее через вот эту вот всю схему, и он заводит ее в головное устройство через вот этот шлейф. Шлейф специфичный, который вставляется в разрыв штатного шлейфа. То есть он такой перекресток Т-образный, который позволяет нам заводить LVDS-сигнал с помощью этой платы. Сам блок контроллера, то есть транскодера, это у нас выглядит вот так. Сюда подключается шлейф, который идет внутрь головы, вот сюда. Здесь у нас есть на внешней части управления дип-переключатели, которые настраивают активацию внешних входов, то есть игнорируют их или нет в процессе переключения. Есть отдельная панелька с кнопками для вызова экранного меню, настройки интерфейса. Затем коммутация проводов, которые в принципе не используются, я их даже не рассматривал. И отдельные вот тюльпаны для видео-входа, видео-выхода. Это видео-вход 2, это выход на задние мониторы. Это тоже аудио-видео-выходы. И еще один аудио-видео-вход. И собственно сам сигнал РГБС может подаваться через вот этот разъем, который называется РГБ-ИН. Китайцы это все от плюс 12 вольт автомобильных, никаких заморочек с этим нет. Итак, с чем значит у меня возникли основные сложности? Это подать сигнал РГБС, так называемый, с компьютера. У меня компьютер выглядит вот таким образом. Тестовый образец на маленькой материнской плате. Я использовал вот такой вот конвертер, который предназначен для конвертации видео-сигнала VGA, D-Sub штекера с материнской платы на РГБС-выход. Вот здесь у него есть 5 ножек. Это РГБ, масса и синхронизация. Но и картинка, которая выдается на головное устройство с этого источника, точнее с этого преобразователя, очень-очень низкокачественная. И невозможно практически пользоваться. Что я попытался сделать еще? Я попытался взять и забрать схему синхросмесителя на базе микросхемы K555-LP5, которая предназначена для того, чтобы смешать два синхросигнала, которые имеются в VGA-выходе. Это горизонтальная синхронизация и вертикальная синхронизация, так как РГБС предназначен работать с одним каналом C-синхронизации. И вот эта вот схема простенькая, она позволяет сделать смешение этих синхросигналов в один. Но в процессе теста не получилось мне добиться картинки. Связано это, скорее всего, с тем, что современной видеокарты, вот в частности в этой материнской плате в компьютере установлена видеокарта Intel HD 3000, у которой нет поддержки старых разрешений CGA. А нам нужно сделать было 15 кГц на выходе, так как этот сигнал РГБС, синхросмесь должна идти с частотой 15 кГц, но, к сожалению, этого сделать не получилось. Пока я обошелся другим решением. Это у нас вот такой HDMI-конвертор, который позволяет преобразовывать выход видеосигнала с материнской платы по интерфейсу HDMI и выдает такой же низкочастотный видеовыход, который мы пускаем вот в этот вот транскодер. Затем, как я реализовал сенсорный экран, потому что одно дело выводить картинку с главного устройства, да, вот с экрана этого монитора, и другое дело, чтобы у нас еще работал сенсорный экран, который работать будет на компьютер. Для этого у меня использован контроллер от Yama. На нем я делал отдельный обзор. Вот этот контроллер подключен и настроен на работу с дочерней платой, которую также предоставляет разработчик этой схемы. Это мультиплексор тач-панели, который перехватывает сигнал от штатной тач-панели. И мы берем за основу вот здесь вот на этой плате дочерней у нас есть реле, которое определяет режим входа. То есть либо это штатный режим от магнитола, либо это внешний видеовход, который подается на транскодер. И когда у нас включен режим внешнего видеовхода, на этом реле, на ноге этого реле, появляется 5 вольт, и эти 5 вольт контроллер распознает как сигнал для того, чтобы переключить перехват, точнее активировать перехват сенсорного экрана и забирать его на себя. То есть вот у нас идут два шлейфа. Один идет к дочерней плате транскодера, а второй идет на материнскую, то есть на плату экрана тач-панели. И таким образом у нас получается активировать внешний видеовход, использовать монитор, штатного главного устройства, и использовать его же сенсорный экран в качестве устройства ввода и управления программами. И работает тач-панель. Единственная здесь заморочка, это с двойным нажатием, то есть так как экран очень маленький, сложно сделать двойной клик для открытия папки. Но в целом для штатной системы такого экрана и управления медиаплеером будет достаточно. Вообще этот транскодер рассчитан на переключение источника входа через кнопку NAV. Там есть специальный шлейф в комплекте, но он у меня не заработал, потому что он как бы в разрыв этой кнопки вставляется по схеме, но он у меня не работает. И мне пришлось пользоваться внешней кнопкой, видимо она и будет в машине, которая переключает внешний источник. То есть вот мы переключаем на штатную магнитолу, сенсор работает штатными функциями, переключаемся обратно, и у нас вход компьютера. Вкратце все, что хотел показать, чего добился на текущий момент с использованием данных компонентов для реализации компьютера в автомобиле. Если у вас возникнут вопросы, я с радостью готов поделиться тем опытом, который получил в процессе установки и подключения транскодера к головному устройству. Спасибо за внимание и до встречи в моих новых видео. Пока!